Аминь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй На прошедшей неделе в пятницу праздник был, годный десятый, то есть один из двенадцати великих праздников церковных. Я нашел проповедь митрополита Антония, митрополита Сурожского на этот день. И представляю вашему вниманию это. Есть праздники, силы которых заключаются в воспоминаемом событии, важно значительно в них, решающие для судеб человеческих. То, что случилось в такой праздник, как Рождество Христово или праздник Воскресенье, решающее значение имеет то, что действительно в тот день Бог стал человеком и родился на земле. Что именно в тот день воскрес Господь, умерший крестной смертью ради нашего спасения. И есть праздники так же, как и иконы, которые говорят нам о каком-то внутреннем событии, даже если историческая их обстановка не ясна. Таков праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, чтобы исторически в Древнем Иерусалиме действительно случилось то событие, которое описывается в богослужебной песне. Едва ли возможно, но оно сообщает нам что-то более значительное, более важное Божьей Матери, нежели физическое ее вступление во святая святых, которое было запрещено и первосвященнику. Это день, когда Пресвятая Дева, достигшая той ранней зрелости, которая делает ребенка способным лично переживать, лично воспринимать и отзываться на таинственное прикосновение благодати, когда достигши этого возраста, она вступила действительно во святая святых, не в вещественное святая святых, а в ту глубину богообщения, который исторически храм собой изображал. Понимаете, о чем он говорит? То есть не в вещественном храме святых, а в то близкое общение с Богом вступило, чего редко бывает у нас. Читаю много молитвы, много часовое, говорит, отстоял, я, говорит, в храме отстояло шесть часов. А о чем молилась, спрашиваю? Да я, говорит, только молилась, когда же это все закончится? Понимаете-ка? А такое, чтобы именно ощущать, что я говорю, и Бог меня слышит, и я получаю ответ на свои молитвы. И с каким трепетом мы можем читать в богослужебной книге слова, которые приписываются с такой нежностью, с такой глубиной Акиму Иоанне? Как бы будто бы Акимана говорили, чадо, иди и будь тому, который все тебе дал возношением и сладким благоуханием. Вступи в ту область, куда нет двери, научись тайнам и готовься стать местом вселения самого Бога. Как дивно подумать, что мать, отец могут обратиться к ребенку с такими словами. Войди в ту глубину, вступи в ту тайну, куда не ведет никакая вещественная дверь, и приготовь себя быть возношением Богу, сладким благоуханием, местом вселения. Многие родители сегодня дают детям такое наставление. Стараемся, чтобы одно закончили, высшее в другое хорошо, добился карьеры какой-то в жизни. Вот чего. Так некоторые отцы церкви и святитель Феофан толкуют в значение этого вступления Божьей Матери в храм, во святая святых, не тронутая грехом, не оскверненная ничем, но уже способная чистым сердцем, не оскверненной плотью, не затуманенным умом отозваться на святыню, на славу. На дивность Божию трехлетняя траковица посылается в эти глубины молитвенного, созерцательного общения. И в другом месте того же богослужения мы читаем, как ей тихо говорил архангел Гавриил, чтобы она открылась Богу и приготовилась стать местом вселения грядущего Спасителя. Вот о чем говорит нам праздник, о том, как с первых своих шагов, напутствуемой Матерью и Отцом, наставляемой Ангелом, она вступает в те глубины молитвы, безмолвия, благоговения, любви, созерцания, чистоты, которые составляют подлинное святое святых. И разве удивительно после этого, что мы этот день празднуем как начало спасения? Первая из всех тварей Пресвятая Дева вступила в эти непроходимые, неприступные глубины, вступает в то общение с Богом, которое будет расти и расти, незапятнанно, незатемненно, неоскверненно в течение всей ее жизни, до момента, когда, как пишет один из западных писателей, она сможет в ответ на Божий призыв произнести Божие имя всем умом, всем сердцем, всей волей, всей плотью своей и вместе с Духом Святым родить воплощенное Божие Слово. Да, в день этого праздника действительно совершается для нас явление этого дивного события, начало этого возрастания, но также дается нам и образ того, чему мы призваны, куда нас зовет Господь во святое святых. Да, мы осквернены, да, наши умы отуманены, да, наше сердце нечисто, да, наша жизнь порочна, недостойна Бога, но всем доступно покаяние, которое может очистить нас и в уме, и в плоти, и в сердце, выправить нашу волю, всю жизнь нашу сделать правой, так, чтобы и мы могли войти во святая святых. И в этом празднике, в словах, которые я прочел в начале, произнесенных как бы Акимом Иоанном, разве нет призыва каждой матери и каждому отцу, чтобы с ранних лет, в мгновение, когда ребенок может что-то уже, если не умом понять, то чует сердцем воспринимать чуткостью, принять благодать, сказать и нашим детям, вступи благоговейно, трепетно в ту область, куда никакая дверь, ни церковная, ни умственная, ни иная не вводит, а только безмолвное, трепетное предстояние пред Богом, во то святая святых, с тем, чтобы вырасти, в полную меру роста Христова, уподобиться Матери Божией, и стать храмом, местом вселения, и Святаго Духа, и Господа в таинствах, и стать детьми нашего Небесного Отца. Аминь. Аминь. С миром Божиим! Кто готовился к исповеди, оставайтесь. Кто готовился к исповеди, оставайтесь.